Главные новости сегодняшнего дня. Большое несчастье произошло у члена комитета народного артиста Российской Федерации Константина Хабенского. В результате несчастного случая супруга Константина Юрьевича, актриса Ольга Литмина, оказалась в реанимации. Состояние женщины отмечается как крайне тяжелое. Отметим, что первая супруга Константина Хабенского, актриса Анастасия Федосеева, скончалась от онкологии в 2006 году. Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге в центральном офисе компании «Быстро деньги» был арестован известный певец 90-х годов Вадим Казаченко. Причина ареста Вадима Казаченко – это ведение незаконного коммерческого бизнеса и многочисленные жалобы на работу компании со стороны российского населения. Хорошо известно, что Вадим Казаченко, певица Валерия и Иосиф Пригожин открывали данную компанию несколько лет назад и уже привлекались к ответственности за незаконные финансовые махинации. Данное дело взяли под личный контроль заместитель антикоррупционного комитета актер Александр Домогаров и начальник следственного комитета Александр Бастрыкин. Телеведущая Роза Сибитова взяла перерыв в работе на целую неделю. Отказалась от съемок и интервью. Причиной для такого события стало резкое ухудшение здоровья. Вчера вечером Розу Сибитову госпитализировали в больницу с диагнозом гипертонический кризис. К слову сказать, за последний год Роза Сибитова перенесла немало трагических семейных событий. Еще год назад в дорожно-транспортном происшествии погиб ее зять и внук. Известного певца 90-х годов по имени Шура выселяют из квартиры. Эстрадный исполнитель стал жертвой мошенников. Он лишился двухкомнатной квартиры в центре Москвы, которую приобрел три года назад. Несколько лет назад певец Шура приобрел двухкомнатную квартиру, но только сейчас выяснилось, что она была записана на другого человека. И известному певцу недвижимость продали незаконно. Теперь певец Шура вынужден искать новое жилье, а полиция занята поисками преступников. Сегодня ночью бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую больницу номер 18. Предварительный диагноз – обширный инфаркт. Поводом для резкого ухудшения здоровья Сергей Шойгу могли стать несколько причин. Это сильнейшие психологические стрессы, неудачи в карьере и колоссальные семейные драмы, которые произошли у Сергея Шойгу за последние месяцы. К слову сказать, что только за прошедшее лето Сергей Шойгу перенес немало трагических событий. Он потерял двух сыновей и среднюю дочь, а сам чуть не оказался в местах лишения свободы по делу о государственной измене. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова уже собрал все доказательства для проведения суда над Сергеем Шойгу. Однако в последний момент верховно-главнокомандующий Российской Федерации распорядился освободить бывшего министра обороны. Надо отметить, что Сергея Шойгу обвиняли по следующим направлениям – получение крупных денежных взяток, ведение незаконного бизнеса, неуплата налогов и поставка некачественного оборудования в зону спецоперации. В криминальном скандале были замешаны его зять и младшая дочь. Однако сотрудники антикоррупционного комитета не опускают руки и намерены вновь возбудить уголовное дело против Сергея Шойгу. Команда Никиты Михалкова и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным продолжают санкционные меры к семье известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской. Накануне вечером у семьи известного фигуриста арестовали 14 финансовых счетов в иностранной валюте на территории России и ближнего зарубежья на общую сумму почти 9,5 миллионов долларов. Помимо этого у Евгения Плющенко было арестовано два дома-особняка – один в Канаде, а другой в Болгарии. Причиной для столь чрезвычайных событий стало недавнее тяжкое преступление, которое совершил сын Евгения Плющенко. После этого вся семья фигуриста подверглась проверке. Известного российского и советского юмориста Евгения Вагановича Петросяна по состоянию здоровья отпустили из следственного изолятора домой под домашний арест. Как считают адвокаты артиста, максимальное наказание за свое преступление для Евгения Петросяна будет условное лишение свободы, ведь было доказано, что преступление Евгений Петросян совершил в состоянии аффекта. Напомним, что еще несколько месяцев назад Евгений Ваганович Петросян на почве ревности лишил жизни двоюродного брата Филиппа Киркорова Благое Киркорова. Благое Киркорова он застал в компании со своей супругой. Евгений Ваганович не смог сдержать эмоции и лишил жизни брата Филиппа Киркорова. Однако, несмотря на условное наказание, Евгений Ваганович обязан будет выплатить семье Филиппа Киркорова 3 миллиона долларов. Пресс-служба комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня рано утром в трагическое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом вместе со своим супругом попала российская актриса театра и кино, родная дочь известной актрисы Любови Полищук, Марьетта Цыгаль-Полищук. Актриса в момент аварии находилась в автомобиле вместе со своим супругом и сыном. Авария произошла в Новгородской области в тот момент, когда российская актриса возвращалась с гастролей. По данным СМИ, муж актрисы уснул за рулем. Автомобиль вынесла в кювет, а в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пятилетний сын актрисы и ее супруг. Дочь Любови Полищук была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. К слову сказать, что на данный момент в семье Любови Полищук и другая трагедия. Сын актрисы, актер Алексей Макаров, находится в больнице в тяжелом состоянии. Он борется с онкологическим заболеванием. Сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты, актриса Лариса Удовиченко и актер Михаил Пореченков, прибыли в город Сочи для проведения уже третий по счету антикоррупционной проверки. Лариса Удовиченко и Михаил Пореченков пробудут в городе Сочи целый месяц. За это время известные артисты должны будут проверить работу пенсионных фондов, встретиться с властями города и местными жителями. Помимо этого, Михаил Пореченков и Лариса Удовиченко примут участие в открытии уже третьего филиала антикоррупционного комитета в городе Сочи. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...